здравствуйте друзья мы с вами сегодня поговорим об очередном ноже который был предоставлен для обзора новосибирским магазином ножей клинок и это будет нож компании киршо я по уже начинающий складываться традиции сейчас покажу как этот нож выглядит в его штатных ножнах на человеке на поясе подвешенный выглядит это примерно вот таким вот образом подвес является полусвободным то есть видите как бы нужно достаточно свободно полтается могу сказать что при попытках там приседать подниматься делать какие-то движения даже при когда вы садитесь в автомобиль в принципе нож особенно не упирается и не мешает подвес в этом отношении могу признать удовлетворительным кроме того сейчас покажу как этот подвес в принципе сконструирован должен сказать что есть еще некоторый плюс потому что подвес он сейчас будет видно он крепится с помощью вот такой вот планки сделаны на велкро то есть получается вы сюда вставляете ремень и потом поверх ремня вот таким вот образом застегиваете всю эту конструкцию то есть удобно и удобно получается во первых удобно снимать надевать на ремень даже если вы на поясном ремне будет это дело использовать и точно так же запросто можно прикрепить куда-нибудь на рюкзак потому что вам не придется отстегивать ремни снаряжения для того чтобы закрепить или потом снять этот эти нужны с ремня вот отдельно хочу показать значит конструкция нужен тут такая достаточно интересно тут везде в принципе ведь есть возможность закрепить их вот так вот вертикально за вот эти вот части пропустить какую-то лямку например на рюкзаке там длинные такие бывают достаточно удобно его можно повесить и кверх ногами и собственно вертикально на лямке рюкзака рукоятка вверх рукоятка вниз я имею ввиду пусть как вот допустим это может быть так примерно вот так вы можете повесить нож каким-то образом на лямку там или наоборот его вот так вот закрепить если вам это почему-то удобно то есть варианты в общем то есть носить его достаточно хорошо вот так вот выглядит это дело в нужнах значит нужны сделаны из пластика такая вот надпись киршо на них с обеих сторон на самом деле там есть тоже здесь вот такие отдельные сделаны отверстия можно сюда крепить какой-то темлячок если он там необходим запас веревки через пропустить через все вот эти вот отверстия сделаны можно крепить с помощью паракорда отверстия как раз размером под него то есть вполне можно какую-то там сложную конструкцию навязать если она вам там необходимо каким-то образом вот но в принципе должен опять-таки повторится что вот этот подвес тоже мне очень понравился то есть в общем то если у у вас есть ремень для снаряжения или какая-то разгрузка или что-то еще там подобное выносите, то тоже вполне комфортно, удастся закрепить, и нож при этом будет достаточно свободно двигаться, не будет им сильно мешать. Значит, такой вот страховочный крепеж. У ножа есть такая вот тесьма, закрепленная вот таким вот образом. Можете видеть, сделана она на кнопке. Кнопка такая довольно жесткая. Вот, то есть, как бы это действительно дополнительный страховочный крепеж. Однако, хочу показать, что, в общем-то, никакого другого крепежа нет. Нож при попытках вот так вот, он будет вываливаться. Ну, как бы, как-то его наклонить, просто вывалится из чехла. При этом, когда вы его застегиваете, давайте вот еще посмотрим. Ну, я бы сказал, нож издает определенные звуки. То есть, в принципе, там во время бега, вот где-то вот в этой части, ходит, и похоже, что даже, возможно, и режущая кромка там задействована в издавании этого звука. Поэтому, ну, честно говоря, не так добротно сделано, как могло бы быть. Но, в принципе, мне так и неудобно для транспортировки этого ножа. Ну, по крайней мере, каких-то видимых проблем на режущей кромке сейчас я не вижу. Пока нож, так сказать, из коробки. Давайте, собственно, посмотрим на сам нож. Такая вот машина. С изогнутой такой формой. Характерной, выраженной для нанесения рубящих ударов вот этой частью и каких-то строгательных работ, которые можно делать внутренней частью. Обуху этого ножа, ну, можете сами видеть. На глаз я бы сказал, что здесь, наверное, миллиметров около семи. Традиционная такая геометрия. Спуски примерно от первой третьей клинка начинаются. И спуски, ну, наверное, все-таки они немножко вогнутые. Я бы так сказал. Вот вам сейчас тоже видно. Ну, может быть, я как-то несколько ошибаюсь. Ну, по-моему, все-таки немного вогнутые спуски. Традиционно вот так вот корпорация Кай. Ее значок. Киршо является подразделением этой корпорации. Индекс 1077 у этого ножа. С другой стороны, абсолютно никаких познавательных знаков. Черное тактическое покрытие на клинке. Вот. Довольно такие длинные, красивые подводы. Достаточно аккуратно для такого недорогого, в общем-то, ножа заточенные. Рукоять, она обрезинена внутри. Вот эта вот сама надпись Киршо выполнена пластиком. Вот. Все остальное это резина. Такие вот, такие традиционные на таких ножах винты с двух сторон, крепящие накладки. Отдельно хочу показать, что вот тут есть отверстие. Честно говоря, для чего оно не очень-то предполагаю. Ну, я вот так вот слышал, что сюда тоже крепят какие-то темляки. Отдельно есть отверстие для темляка здесь. В принципе, так оно достаточно грамотно сработано. Темляк, даже когда вы сюда привяжете, он не будет вам, ну, в случае необходимости, держаться как-то далеко, не будет вам попадаться под руку. Вот такой вот толщины рукоять у этого ножа. Она такая немножечко бочковидная. Вот. Достаточно такая крупная. В хвате нож выглядит вот так приблизительно. Ну, сказать, что здесь, возможно, фехтовальный хват, я лично бы не взялся. То есть, взяться-то можно. Не очень понятно, что вы таким ножом будете делать, фехтовальный ухватом. Хотя, им, конечно, наверное, можно как-то попытаться ткнуть. Но, честно скажу, с такой геометрией клинка направленный сколько-нибудь удар кончиком будет совершить трудно. Давайте кончик вот так посмотрим. Кончик такой достаточно мощный. То есть, в принципе, ковырять этим ножом я бы, наверное, не постеснялся. Но просто будет несколько неудобно из-за его вот такой вот изогнутой геометрии клинка. Верхняя часть, то есть, тоже сейчас видно. Она вот так вот загнута вниз. Ну, я бы это не назвал дроп-поинтом. Она как-то более плавно изогнута. Вот. Ну, как-то вот примерно так это выглядит. Хваткая такая, достаточно рукоять. Чойл у ножа, ну, вот можно сказать, что он есть. Но я бы работать этим чойлом не смог. То есть, видите, получается такая вещь. У меня бы палец перескакивал на режущую кромку. Поэтому я лично считаю, что этот элемент здесь чойл исключительно оставлен для удобства заточки этого ножа. Работать через чойл здесь не получится. Вот. То же самое скажу, что если вам вдруг потребуется какое-то очень контролируемое строгание, то перекинуть вот так палец будет неудобно, потому что здесь такая выраженная гарда торчащая существует. Ну, давайте, наверное, теперь о моих впечатлениях немножко я так поправлю. Хочу показать вот такую вещь. В принципе, нож этот, ну, я бы так сказал, что он вообще ощущается таким довольно хватким. И вот им вот рубающую работу, судя по его весу, делать будет достаточно удобно. То есть, действительно, можно как бы так хорошо ударить, как-то вот перехватить его. Но уже вот в каком-то таком вот смене положения, перехватывания ощущается какой-то такой дисбаланс, если честно признаться. То есть, я достаточно свободно это делаю. Но вот не так давно я снимал обзор сок Крит, нож назывался. То есть, там, в принципе, при аналогичном размере примерно и весе ножа, вот эти все работы, они ощущались значительно какими-то более удобными. Хотя нож там имеет значительно более простую геометрию. То есть, я бы сказал так. Мне, честно признаться, в этом ноже создается впечатление, что он такой немного что ли игрушечный. Я бы так вот выразился. Потому что, понимаете, то есть, получается так. Вот этим ножом единственное, что им удобно делать, это вот рубить так с маху хорошо, так треснуть куда-нибудь. То есть, ну, такое желание у него возникает. В принципе, хочу сразу сказать, что это нож недорогой. Я сейчас вот так вот в кадре не знаю, с какого он сделан стали. Но думаю, что сталь какая-то, чего-нибудь типа 80-13, мы увидим, тут использована. Вот так же, как на китайской серии Киршо основной. То есть, это такая более игрушка, скорее, чем какой-то серьезный нож. Потому что у него такая вычурная геометрия, смахивающая, вот на мой личный взгляд, на какие-то римские или греческие короткие мечи. Только заточенные с одной стороны в данном случае, да. То есть, какая-то вот такая вещь. Рубануть ей, да, в общем-то, можно, наверное, интересно. В руку вам отдаст прям конкретно. Я вот сейчас-то снимаю, тут много довольно работал кувалдой буквально только что. Могу сказать, что вот даже как бы сам вот один мах этой рукой уже вызывает у меня отдачу куда-то вот в эту часть руки. То есть, как бы это, конечно, не топор. В любом случае, это будет неудобно. Вот. Что-нибудь вот таким ножом посечь, типа какого-нибудь там, ну, не знаю, камыша там с лодки, там что-нибудь такое. Да, вот, в принципе, возможно, и у него еще более или менее приемлемая длина. То есть, я его на себе показывал, вы могли видеть, что он не такой уж, скажем, не такой уж большой при достаточно удобном весе для нанесения рубящих ударов. Вот что-нибудь такое им поделать можно. Колоть, скорее всего, не получится. То есть, ну, сами видите, тут просто откровенно неудобная геометрия для нанесения колющих ударов. Вот загнута очень сильно вперед кромка. И она находится, понимаете, как бы, вот кончик находится не на одной линии с, как бы, середины рукояти. Он несколько выше и при этом загнут. То есть, как бы, вот, что-то кольнуть будет вообще неудобно. Вот. Строгать, как я уже сказал, тоже этим ножом будет неудобно. То есть, как бы, ну, такая вещь, большой размер, по сути, это просто такой секач, чтобы что-нибудь вот так вот рубить. Но, с другой стороны, этот нож обладает очень небольшой ценой и очень удобными ножнами. То есть, вот, как бы, если вам нужно как-то так поиграться, походить, траву порубить, там, что-то такое вот сделать, там, ну, может, с лодки там поработать как-то, если вдруг, да, потому что все-таки он покрашен, по крайней мере, ржаветь сильно не должен. То есть, воды он, скорее всего, не очень-то боится. То, в принципе, можно, наверное, побаловаться хотя бы потому, что он такой достаточно приятной тяжестью отзовется в вашей руке и при этом недорого стоит. Ну, а так, вот, сразу почему-то его держа в руках, вспомнился мне сок Крит. И, понятное дело, что тут, конечно, очень разная цена у этих ножей. Но Крит это действительно нож для какой-то такой вот серьезной работы. А вот это вот, скорее, все-таки более, ну, какая-то такая игрушечная вещь, хотя и довольно популярная в своем диапазоне, потому что можно купить за небольшие деньги, один раз поиграться и, как бы, собственно, положить куда-нибудь на полочку, если это необходимо. Вот такие мои впечатления остались от этого ножа Киршо. Спасибо вам за просмотр, надеюсь, что было интересно. Пока!